На канале Сэмбери начинается программа ежедневная. Я Симон Бирюков. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин посетил штабы российских войск в зоне специальной военной операции в Херсонской области и ЛНР. Ход событий прямо сейчас. 17 апреля 2023 года президент Путин прилетел на вертолете, а затем на машине добрался до самого командного пункта группировки войск Днепр на Херсонском направлении и штаб Нацгвардии Восток в ЛНР. Путин заслушал доклады об обстановке на этих направлениях. Рабочие поездки президента Путина в военные штабы заранее не готовились, отметили в Кремле. Прямо сейчас кадры, на которых мы видим, как президент Путин выходит из самолета, пересаживается на автомобиле и едет по дорогам новых регионов России в штабы войск. Президент России Владимир Путин прибыл в новые регионы, где посетил военные штабы, чтобы лично услышать мнение военных по их направлениям деятельности, что они думают. Глава государства поздравил военных с Пасхой. Президент России Владимир Путин подарил военным в зоне специальной военной операции копии икон «Спас нерукотворный». Ее оригинал Александр Третий в свое время подарил военному министру Петру Вановскому, при котором происходили очень активные становления и развития российских вооруженных сил. Об этом сообщил журналистом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. Оригинал этой иконы будет передан Путиным в храм вооруженных сил, сообщил Песков. По его словам, у иконы было две копии. Их президент привез в Херсонскую область и ЛНР. Пресс-секретарь президента Песков также пояснил, что министр обороны Сергей Шойго и глава генштаба Валерий Герасимов не сопровождали Путина во время визита из соображения безопасности, чтобы не собирать все высшее военное руководство в одном месте. Это была программа ежедневная на канале Сэмбири. Я Сэмбирюков. Спасибо, что смотрели. Оставайтесь на Сэмбири. Подписывайтесь на все ресурсы Сэмбири, Рутуб, Телеграм, ВКонтакте, Ютуб и Япи.